МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния, программа «Не спорьте, а спорте» в студии Дмитрий Кузнецов. И сегодня мы поговорим о королеве спорта легкой атлетики. У нас сегодня в гостях бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, мастер спорта международного класса Илья Иванюк и президент Федерации легкой атлетики Брянской области Юрий Николаевич Трубин. Здравствуйте! Здравствуйте! Илья, ну, во-первых, большое спасибо, что нашел время и все-таки добрался до нашей студии. Первый вопрос касается, наверное, все-таки мирового чемпионата. Скажи, бронза – это для тебя успех или все-таки что-то не получилось? В плане результата личного достижения 2.35, показанной на этом чемпионате, определенно это успех. Это новый личный рекорд, да еще и на чемпионате мира в условиях такой жесткой конкуренции. Ну, и также уже прошло довольно-таки долгое время после чемпионата, уже смог все переварить, переосмыслить. И, да, небольшой осадок остался, можно было выступить более достойно, получше. Так, я как по себе максималист. Вот, можно было допрыгнуть и до серебряной медали, но не стоит расстраиваться, впереди у нас олимпийский сезон, будем туда все силы копить, настраивать и, ну, в общем, все туда, все туда. Илья Николаевич, на ваш взгляд, результат показанный? Это результат, колоссальный результат. 2.35 – это мирового уровня результат. Поэтому я, я, как со стороны, как бы, Федерации считаю, что эта бронзовая медаль тоже большой успех. Ну, реально, Илья мог бороться и за серебро, можно сказать, и мог бороться за золото. То, что как все пошло, когда вышли все 8 человек, которые имеют за выше 2.30, тут уже психологическая борьба идет, настроить совершенно другой мод селью, и ездить, ехать на машине, разговаривать. Совсем другие соревнования. Поэтому я считаю, что это большой успех, и также как, и результат очень высокий. Сильно волновался? Ну, для тебя что, такой стат первый в карьере, серьезный? Ну, у меня был уже в опыте старт чемпионата мира 2017 года. Там мне вот столичка не хватило до медали. Вот буквально вот столичка. Вот. Поэтому опыт был, и тем более этот сезон у меня выдался довольно-таки насыщенным. Я начал выступать на крупных уже международных соревнованиях с 18 мая, и в копилку опыта конкретно соревновательного много чего внес. И прямо вот так сказать проволнение. Нет, я не волновался. Я всех своих соперников прекрасно понимал, кто на что готов, всех видел. Да, большой сюрприз преподнес мне хозяин соревнований, Мутас Баршим. Ну, почему преподнес? Он весь сезон нигде не выступал. Его мучили травмы. На самом последнем старте, где мы увидели с ним в конце августа, он показал не очень важный результат. 2 метра 20 сантиметров. И, мягко говоря, он меня не убедил. То есть я его не считал за соперника. Ну и как он меня удивил в финале. Это, конечно, да, хозяин проявил свой характер. Стены помогли. Вот представьте себе ситуацию. Пришло за тебя, пришло болеть 50 тысяч человек, которые тебе хлопают, орут, кричат и заставляют просто двигаться вперед. Ну, там не стены, там прям толпа помогла. То есть, да. Очень много разговоров про чемпионат мира в ДОХе, о том, что сложные условия и организация, как вот человек, который побывал внутри этого всего. Потому что жалуются действительно все. Для нашей команды российской было довольно-таки, ну, на мой взгляд, тяжелые условия заключались, первое, в климате местном, потому что это не для средней полосы России нетипично. Это 40-45 градусная жара в условиях большой влажности. Очень удачное сравнение. Турецкая сауна подошла бы. Вот. А также у нас не очень удачные условия гостиничного проживания были. Такие непонятные номера, не соответствующие заявленного типа. Ну, так в целом и по всем остальном, в принципе, неплохо было. И еще такое хотел бы новости. Соревнования отличались, которые, по своей специфике, которые были в стадионе и вне стадиона. Потому что на стадионе арабы молодцы, создали очень комфортные условия благодаря кондиционерам. То есть 26-27 градусов, нет ветра, тепличные классные условия. Соревнуйся не хочу, показывай высокие результаты. Игорь Ильич, вот сейчас вопрос к вам, как к функционеру больше спортивному. Поэтому когда определяют с федерацией, где проводить, неужели они не понимают, что будет в ДОХе в это время года и какой там будет... Это что, это теперь уже деньги большие? Да, и эту роль играет как бы. Поэтому когда было принято решение проводить в ДОХе, да, были, они сказали, что будут, создадутся идеальные условия. И эти кондиционеры, и все это было оговорено на ИАФ, в заседании ИАФ, потому что просто так тоже не дают чемпионата мира. Ну и, соответственно, там большие были как бы денежные вливания. Стадион, по-моему, тоже был полностью реконструирован, сделан чисто под чемпионат мира. Это тоже не каждая страна может себе позволить. А Катар как бы смог вложить большие средства, деньги и принять такой чемпионат. Все-таки это большой, грандиозный, можно сказать, праздник в мире. То есть состояние спортсменов выходит на второй план теперь, да? Тренируйтесь как хотите и выступайте как хотите. Главное, чтобы деньги были. Ну, еще, наверное, фактор вмешался необычайная погода на тот момент. Как бы я в прошлом году примерно в это время был недолгое время, то есть в сроке чемпионата мира, недалеко от Дохи. Был проездом, да, так скажем. И климат вполне себе меня там устраивал. То есть да, было жарко, было там те же самые 40 градусов, но не было такой влажности, то есть был сухой на тот момент климат. Может, это связано с тем, что ветра не было, еще что-то, но сложилось, вот такие экстремальные условия сложились. В конечном итоге через, если я не ошибаюсь, через два года, когда чемпионат мира будет у нас, следующий по футболу в Катаре, вот, они в эти же сроки планируют и его провести. Я не представляю, что там будут делать, во-первых, спортсмены, потому что это, если повторится, такие же вот погодные условия, это не выйти из отеля никуда, только в стадион. И что там будут делать болельщики, потому что все-таки, к примеру, чемпионат мира по футболу в арабской стране для болельщиков это очень тяжелое удовольствие, тяжелое развлечение будет. Давай вернемся к сезону, я так понимаю, что это сезон, который ты сейчас проводишь лучше в карьере у тебя, или ты считаешь так или нет? Ну, на данный момент, да, пока что да, надеюсь, будет дальше лучше, но это спорт, загадывать не будем. Но в плане насыщенности и показанных результатов, да, несомненно, это что-то вот новое для меня. Почему удалось делать вот такой рывок именно в этом сезоне? Такой прогресс? Правильная, хорошая подготовка, планирование, то есть хорошая поддержка, и благодаря всему этому получилось вот показать такой хороший результат. Георгий Николаевич, на ваш взгляд? Не, ну, Илье мы полностью помогаем, поддерживаем, все как бы его требования стараемся тоже выполнить, потому что, ну, если готовиться к чем-то мир, это нужен серьезный подход, начиная от и до. Поэтому мы тоже как бы большой вклад несли в подготовку Илье, чтобы он серьезно подошел именно к пику соревнований во всех направлениях. Поэтому здесь и условия занятий, и сборы, и поездки, и командировки, как бы это тоже все сыграло свою роль. Пусть это небольшую, как бы, но все равно в совокупности, когда несколько подразделений попадают на благо спортсмена для его, как бы, благо для его подготовки, то в итоге, и, как правило, спортсмен выстреливает, показывает хорошие результаты. Когда нет проблемы финансовые, когда он знает, что может поехать на одни соревнования, на другие, на сборы, подготовиться серьезно. Это как бы очень важную роль играет. А если вернуться в самое начало, вообще почему легкая атлетика, почему высота? Легкая атлетика, но, как известно, королева спорта, и, в принципе, это, наверное, самый доступный для любого человека вид спорта, потому что что нужно? Кроссовки, стадион, которых у нас уже довольно-таки много, не только в стране, также в нашем регионе. Вот. Все, кроссовки, форма, майка, трусы, побежал, больше ничего такого нет. А прыгать ты сразу стал или ты пробовал себя в других фидах? Получилось так, что я начал сразу у тренера, преподающего, преподаю, у тренера, специализирующего в прыжках. Вот. И поначалу, естественно, я хотел футболом заниматься, как и любой другой мальчишка, но обстоятельства сложились так, что ближе всего была легкая атлетика, именно прыжки, ближе всего именно к дому, от того места, где я проживал. Вот. И так пошло, само собой, завертелось, закрутилось. Ну, и почему прыжки в высоту конкретно, да? Потому что можно было бы пойти прыжок в длину, прыжок в тройном, прыжок в шестом. Ну, когда я начинал прыжка в шестом, еще так не был развит, может быть, мне еще и шест понравился, но именно вот чувство полета, я не могу это передать вот словами, это только чисто на ощущениях и на эмоциях. Как это, не знаю, как это передать. Вот попробуйте, сами пойдите, попробуйте как-нибудь. И вот вы поймете, что я имею в виду. Это некое вот чувство свободы полета, очень здорово, не передать. Юрий Николаевич, ну, Илья же не совсем стандартный прыгун в высоту. Я имею в виду по комплекции, да? Да, вы знаете, вот это как бы все этому удивляются, поражаются, что обычно высотники все высокие, под два метра, а Илья небольшого роста. Но здесь очень природное, есть такое понятие стопа, это она как пружина выбрасывает его. Были еще примеры, швед еще был в свое время, года три тому назад, тоже он небольшого роста был. Ну, сумасшедшая стопа, как пружина. Это природный дар, свою роль как бы сыграл. Понятно, что если бы Илья еще был немножко повыше ростом, то я думаю, уже бы за 2,40 прыгал бы. Поэтому здесь как бы все-таки природа свое берет. Ну, сейчас вот нашим телезрителям, которые не знают, я просто объясню, что Илья прыгает на 56 сантиметров выше собственного роста. Это правильно, да? Да, все верно, да. Круче этого только 59, да? Ну, официально, ну, да, официально. Я не помню фамилию спортсмена. А вот как раз мы про него сейчас говорили, это швед, вот этот Стефан Хольм. И если так уж брать, вот, как вы говорите, да, про феномен, что, да, небольшого роста. Я вот когда начал заниматься этим видом спорта, я увидел этого человека, как он прыгает. Не то, чтобы он меня вдохновил, а я задался себе таким вопросом, а вот чем я хуже него? Почему я не могу делать так же, как он? И, ну, пожалуйста, мне осталось совсем чуть-чуть до него. 2.35 – это на данный момент предел или есть уже предпосылки того, что что-то будет больше? Чемпионат мира показал, что 2.35 – это точно не предел. По крайней мере, можно выше. И насколько выше, я пока еще сам не могу сказать, но 35-37, мне кажется, это далеко не предел. 40 – это та, вы знаете, цифра гроссмейстерская, которую, как бы, к ней стремишься. Но хотелось бы и выше, но, да, я думаю, это скоро можно будет покорять. Ну, 2.35 – это очень серьезный результат. Это, я понимаю, лучший… Это везде медаль, на любом крупном соревновании это медаль выше, можно сказать, любая из медалей. В этом сезоне это лучший результат сезона в Европе? Один из лучших. Один из лучших. Один, да. Ну, тогда вот мы так плавно подошли к разговору о будущем в пределе предолимпийский сезон. 2.35 – вообще какие планы? Есть ли шансы и насколько они велики? Если удастся сохранить все, что мы наработали, а желательно это приумножить, то шансы есть, и шансы довольно-таки большие на любую медаль с Олимпиады. Единственное, что Олимпиада – это под небольшим… Ну, как под небольшим? Под большим вопросом пока что. Будущее еще довольно-таки туманно, потому что в нашем виде спорта, как вы знаете, существуют некие проблемы, через которые нужно пройти 7 кругов ада, чтобы попасть на эти международные соревнования. Нужно доказать, что ты чистый спортсмен, чтобы тебе Федерация международная дала добро на выступления хотя бы под нейтральным флагом. Но все прекрасно знают, что мы спортсмены из России. То есть вот как-то так. И в плане, да, олимпийского сезона это будет, несомненно, очень тяжелый сезон, потому что все спортсмены абсолютно – это мечта каждого спортсмена – это раз. Все, не только ты, и другие тоже люди к этому готовятся и прикладывают максимальные усилия. И нужно быть готовым и настраиваться на то, чтобы выдать максимальный результат, выйти на самый лучший свой пик формы. То есть надо готовить себя, быть максималистом к лучшему. Насколько серьезная ситуация? Я так понимаю, что еще одна волна пошла, да, против российской легкоатлетики. Юрий Николаевич, вы как человек формируете? Там нет сутки против лёгкой атлетики. Там они сейчас ищут везде, стараются любую федерацию зацепить. Начиная как от штанги, лёгкую атлетику и другие виды. Где наши спортсмены выстреливают, там стараются искать какие-то заковырки, что-то придумывать, пробу вскрывать непонятно какого года. Поэтому ситуация как бы серьезная, но очень сильно как бы над ней работают и федерация лёгкой атлетики, также и вмешивается, и Олимпийский комитет очень сильно вмешивается как бы. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, и все наши ведущие спортсмены будут выступать на Олимпиаде. А там время покажет. Я вот почитал, готовился к эфиру, почитал несколько твоих интервью. Так понимаю, что ты очень часто говоришь, что для тебя это принципиальный вопрос выступать под российским флагом. Я знаю, что некоторые спортсмены как-то смирились с таким нейтральным статусом и стараются об этом не говорить. Для тебя это принципиально, выходить и... Смотрите, вот такой вопрос. У меня есть опыт даже уже в этом году выступления и под нейтральным флагом, и под российским. Ты стал победителем военных и всемирных военных игр. Я вам скажу вот следующее. Выступать под нейтральным флагом это вот то же самое, как выступать на каком-то коммерческом турнире абсолютно любого ранга. То есть ты выступаешь, выходишь сам за себя. А у тебя, ну, нет фо... Ты поезжаешь вот в своей контрактной экипировке. У тебя нету... Ну, как, у нас как бы есть команда, но мы все по-разному поезжаем. То есть каждый под свой вид поезжает. Просто легкая атлетика, это, ну, напомню, это не только прыжок в высоту, это также бега, метание, ходьба спортивная, марафоны. То есть у нас 40 северных, да. И каждый поезжает вот из ребят на свой вид. А вот, например, на соревнования, которые проходили не так давно, но Всемирные военные игры, где нам посчастливилось выступать под российским флагом в составе сборной, мы одной своей большой дружной командой приехали, разместились. Мы ходили друг за друга, болели, переживали. И российский флаг, гимн, экипировка, они как бы придают тебе дополнительную мотивацию, дополнительный стимул. И ты в качестве спортсмена можешь либо использовать этот себе стимул на благо, который вот тебя подстёгивает. Это излишняя, не излишняя, это дополнительная вот мотивация, которая тебя вот подстёгивает, вот напряжение, которое тебя держит, да. Оно либо пойдёт тебе на пользу, ты сможешь это использовать, либо наоборот, чуть-чуть придавит тебя, загубит, ну, больше нервного стресса придаст. И так как я уже давно этого не испытывал, ну, то есть последний раз это, например, было в 2015 году на чемпионате Европы молодёжном, да, тогда я смог выиграть, поднялся на ступень пьедестала, послушал свой гимн и подумал, ох, теперь это, ну, надеюсь, это будет почаще. И всё, тут раз, и настали тёмные времена для нас. А вот в этом году на европейских играх посчастливилось также в составе команды выступать на соревнованиях. Там я не смог подняться на первую ступень пьедестала, я проиграл хозяину этого турнира. Но в свою защиту скажу, что там был очень странный формат соревнований, то есть непривычный для нас, потому что вот лёгкая атлетика, её стараются популяризировать, ищут какие-то новые форматы определённые, но что-то может приживётся, что-то нет. Сейчас про элементы шоу, да? Да, про элементы шоу, то есть всё хотят свести к тому, что у нас как бы чемпионат мира неделю проходит, но это очень много времени. И программу легкоатлетическую хотят вот по два академических часа вместить, и что-то вот такое динамическое, интересное, создать новое. Это, конечно, хорошо, искать что-то вот это вот такое новое, но всё должно быть разумно в свою очередь. Вот. А что касаемо вот этого военного чемпионата мира, я решил не упускать шанса, потому что это, ну, во-первых, сезон был тяжёлый, да, туда приехали многие ребята на эти соревнования, но в самый последний момент, кстати, с соревнований снялся мой основной конкурент, чемпион мира, вот Асбаршим. А, видимо, его федерация решила, ну, как бы поберечь, потому что были тяжёлые погодные условия, шёл дождь, стадион был мокрый, было много воды, было прохладно. Вот. И я решил как бы не упускать момент и приложить максимум усилий, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала и ещё раз вспомнить, что такое послушать гимн, спеть его. И очень здоровская поддержка была публике не только наших спортсменов, которые пришли за меня болеть, а также ещё, ну, молодцы, местные зрители, тоже поддержали, помогли. Ну, мне остаётся только пожелать, чтобы ты ещё раз послушал гимн, желательно в Токио. Спасибо. Я думаю, у тебя всё получится. Напомню, что у нас сегодня в гостях был бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетке 2019 года Илья Иванюк и президент Федерации лёгкой атлетики Брянской области Юрий Трубин. А вам, уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить о спорте. Не нужно спорить, спортом нужно заниматься. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова